Автомобиль ВАЗ-2114 сразу привлек внимание автоинспекторов. Как рассказывает сотрудник ДПС Роман Калашников, увидев наряд ГАИ, водитель резко свернул к магазину. Постояли, посоветовались, решили продолжить движение за ними, посмотреть, что будет дальше. Смотрим, автомобиль резко скрывается вправо, заезжает в стоянку автомобиля КАМАЗ. Заезжаем следом, водитель пытался скрыться, был задержан. Находился водитель с явными признаками алкогольного опьянения. В машине он оказался не один, а с двумя пассажирами. От медицинского освидетельствования отказался, и теперь ему грозит лишение прав на полтора года. Как показывает статистика, управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение дистанции и скоростного режима приводят к трагедиям. Пьяный за рулем – это преступник. Его нужно остановить и пресечь данный вид административного правонарушения. В этом году на дорогах области погибли более 300 человек, на территории Ростова-на-Дону более 50. Донские автоинспекторы впервые за долгие годы устроили масштабный рейд. В нем приняли участие около 200 сотрудников полиции. Проведение таких систематических мероприятий поможет нам избежать вот того большого количества ДТП, которое сегодня есть на территории Ростовской области. Автоинспекторы пресекают грубые нарушения, такие как проезд на красный сигнал светофора, выезд на встречную, управление авто под шофе. Каждый водитель, который игнорирует ПДД, привлекается к административной ответственности. Не стали исключением и гости из соседней Украины. Их машина превышает допустимый уровень шума. Автоинспектор проверяет рев мотора с помощью специального прибора шумометра. Был произведен замер у автомобиля ВАЗ-2101, при положенном 96 дБ, у него показалось 105,1. Соответственно, забираются номерные знаки, составляется административный протокол. Владелец авто оправдывается. О существовании ответственности за превышение уровня шума узнал только сейчас, через два месяца пребывания в России. Мы вместе ездим за рулем. И никто даже... Останавливали на посту ГАИ, везде останавливали. Так просто на дороге останавливали. И никто даже не сказал, что глушитель у вас не такой. А вот здесь вот так. Почему так? Что у вас за закон здесь в России такой? За пять часов рейда полицейские выявили около 200 нарушителей правил дорожного движения. Водителю шумного авто грозит штраф в размере 300 рублей. А вот номера ему вернут только после устранения выявленных недостатков. Вартан Сюниджанс, Юрий Санкин. Главное новости.